Итак, мы продолжаем работать с автоматизацией на Python в программе QGIS и продолжаем разбирать автоматизацию из консоли языка Python в интерфейсе QGIS. В этом видео мы разберем основы работы с отображением слоя, то есть возможность изменения графического отображения и каких-то других параметров, а также мы разберем возможность создания своего собственного окна, в который мы можем вложить какие-то инструменты и какие-то слои для параллельного отображения и исследования объектов. Итак, начнем с графического отображения слоя. Во-первых, рассмотрим все-таки, что такое I-Face и что значит доступ к интерфейсу. То есть, если мы еще раз пишем I-Face, мы получаем QGIS Interface Object, и это значит, что мы можем достучаться до любой команды, любой кнопки в интерфейс. То есть, понятно, что если открыть справку и посмотреть данный объект, то мы можем найти все его методы, до которых возможно достучаться из Python. Ну, например, вот мы можем открыть таблицу атрибутов слоя с помощью Python. Именно открыть, то есть не что-то с ней сделать, там, сочетать и так далее, а именно открыть. Создадим наш слой. И теперь откроем таблицу атрибутов с помощью следующей команды. I-Face Show Attribute Table. Вот мы ее выберем. И на вход подается слой, таблицу атрибутов которого мы хотим открыть. И у нас открывается таблица атрибутов после выполнения данной команды. То есть, еще раз, I-Face помогает достучаться до всего интерфейса в программе QDIS. Теперь давайте посмотрим, как работать с графикой слоя. То есть, мы хотим изменить какие-то графические отображения, символы или прозрачность у данного слоя. Как мы помним, в Argus с помощью Python нельзя было изменить символ. Здесь же это сделать можно. Ну, давайте по порядку разберемся с объектом слой. Итак, мы можем вывести LIR, посмотреть, что это QGIS Vector Layer Object. Посмотреть опять в справке какие-то его методы. Но давайте разберемся с прозрачностью. Как получить прозрачность данного слоя? Для этого мы пишем LIR.LayerTransferency. И получаем, что прозрачность данного слоя 0. Соответственно, как ее изменить? Мы воспользуемся методом setLayerTransferency. И на вход, допустим, поставим 50. То есть прозрачность изменилась, но у нас не изменился слой на карте. Как мы видим, ничего не поменялось, потому что мы его не перерисовали. Поэтому нам надо перерисовать слой. И мы воспользуемся уже известным нам методом TriggerRepaint. То есть сейчас объекты приобрели прозрачность 50%. Соответственно, если мы поставим прозрачность 100%, то они должны исчезнуть. И, как мы видим, точки исчезли с карты. Вернем полностью непрозрачные объекты. Давайте теперь посмотрим, как изменить цвет данного объекта, точнее объектов в слое. Допустим, мы хотим, чтобы они отображались не красными кругами, а каким-либо другим символом, скажем, с другим цветом. Ну, мы можем зайти в справку. Мы уже заходим в справку по языку Python в QDIS. И мы видим здесь Appearance Symbolology of VectorLayers. Можем зайти сюда. И мы видим, что используется метод Renderer V2, чтобы изменить отображение слоя. Итак, давайте им воспользуемся. И затем мы поменяем Single Symbol Renderer. И сделаем, скажем, его... То есть, отображения будут квадратными, например. Вернемся в QDIS. Давайте сначала создадим объекта Renderer. То есть, мы пишем REN равняется LIR и метод Renderer V2. И теперь мы можем посмотреть тип символов данного слоя, объектов данного слоя. Используем метод Type. И мы видим, что у нас используется Single Symbol. Ну, то есть, единое отображение для всех объектов в векторном слое. Давайте все-таки попробуем изменить символ данных объектов. Для этого мы обращаемся к методу Singles и к нулевому элементу данного списка. То есть, здесь по факту написано LIR Renderer V2.Symbols нулевое. И теперь мы можем изменять, например, цвет полученного символа. То есть, мы получили сейчас символ наш, которым отображаются все объекты в данном слое. И сейчас мы можем изменить цвет данного символа. Для этого мы импортируем объект QColor. И используем следующую команду. То есть, наш символ. Задать цвет. И на вход мы подаем его на объект цвета, который мы сделаем сейчас зеленым. То есть, мы сейчас поменяли цвет данных объектов. Ну и нам надо перерисовать слой, чтобы изменения внеслись на карту. И, как мы видим, объекты в слое стали другого цвета, а именно зеленого цвета. Ну а теперь давайте посмотрим, как же изменить сам символ. То есть, не считать данный символ и изменить его какое-то свойство, а именно цвет. А именно изменить сам символ. Мы заходим в справку и смотрим, как это делается. То есть, мы можем создать произвольный символ с помощью данной команды. И затем, к объектам нашего слоя, мы можем применить метод setSymbol, на вход которому подается созданный нами только что символ. Ну вот давайте создадим символ. Ну как мы видим, здесь используются ключевые слова, а именно square. Вот они откуда берутся. То есть, ключ name имеет следующее возможное значение. Ну вот мы воспользуемся значением square и сделаем тоже красный цвет. Вот мы создали переменную символ. То есть, в ней сейчас находится символ, который мы должны применить к отображению объектов нашего слоя. Ну и делается это с помощью метода setSymbol, как уже было сказано. Мы воспользуемся ren. А ren это у нас что? LirRenderer v2. Ну, ren.setSymbol, символ. И опять перерисуем наш слой. И как мы видим, у нас слой перерисовался, и каждый объект теперь обозначается красным квадратом. Ну, каждый объект тоже мы использовали, опять-таки, single symbol, чтобы сделать что-то более сложное. То есть, там какие-то символы градуированные или по категориям, соответственно, различающиеся. Ну, соответственно, можно прочесть данные пункты справки. То есть, опять-таки, по сравнению с применением языка Python Vargis, здесь, как мы видим, чуть шире. То есть, мы можем менять отображение слоев на карте с помощью Python. Там же это делалось с помощью C-Sharp. Ну, а теперь давайте посмотрим, как строятся окна, в которые мы можем добавлять какой-то инструмент или инструменты и какие-то слои. Итак, мы заходим в справку и смотрим пункт using map canvas. То есть, мы будем создавать отдельный такой графический интерфейс, на который мы можем добавлять как слои, так и какие-то инструменты. Соответственно, давайте сначала посмотрим, как это будет выглядеть. Мы создадим переменную canvas, которая равняется следующему объекту. Выведем его. Мы видим, что это QGIS, map canvas object. Ну, как ни трудно было догадаться. Мы можем опять-таки посмотреть в справке, что можно делать с данным объектом. То есть, что к нему можно применять, какие методы, свойства. Вот он. Ну и поехали дальше. Есть у него такой метод show. И мы видим, что перед нами всплывает отдельное окно. То есть, мы можем управлять вне зависимости от главного интерфейсного окна. И вот сюда мы можем добавлять какие-то слои, какие-то инструменты. Ну и чтобы было более наглядно, мы сейчас скопируем пример. А именно, мы скопируем данный класс. То есть, сейчас чуть более подробно на этом остановимся. По факту мы создаем точно такое же окно с базовыми настройками. И внутри данного окна мы вписываем несколько инструментов. А именно, zoom in, zoom out и pen. Для того, чтобы иметь возможность двигать карту. Ну и также мы, естественно, добавляем слой в данное всплывающее окно. А именно, мы добавляем active layer. А именно, мы добавим слой с точками, с которыми мы работаем. Итак, чтобы не копировать данный код по строчке, в интерпретатор питона в QGIS мы можем скопировать целый код и воспользоваться данной командой, то есть, командой редактор, в которую мы можем вставить этот код. Мы его немножко изменим. То есть, QString нам здесь не нужен. И мы можем его спокойно запускать, нажав выполнить сценарий. То есть, у нас выполнился сценарий из данного временного файла, поскольку мы его нигде не сохраняли. То есть, при желании это, конечно, все можно сохранить. И затем, как мы видим в примере, если бы мы... Ну, здесь пример говорит о том, что нам надо сохранить его в отдельный питоновский файл с расширением .py и затем, соответственно, импортировать его и из него создавать объект данного класса. Но поскольку мы его не сохраняли в отдельный питоновский документ, а запустили его прямо из консоли языка питон в QGIS, мы можем вот это вот не использовать, ну и, соответственно, импортировать нам тоже ничего не надо. Поэтому мы скопируем данную строчку, удалим отсюда myvnd. И, ну, здесь понятно, QGIS utils iface active layer мы можем заменить на lir. То есть, это входной слой, который передастся в данное окно и отрисуется там. То есть, мы создали сейчас переменную w, которая равна вот объекту данного класса. И у переменной w теперь есть, ну, то есть, у объекта есть метод show, которым мы и воспользуемся. И мы видим, во-первых, что у нас добавился слой в данное окно, и у нас появился три инструмента. ZoomIn, ZoomOut, ну, естественно, с помощью скролла это также все можно делать и pen. То есть, возможность перемещать карту. Ну, и понятно, что мы также можем сюда добавлять множество других каких-то функций, множество слоев. Ну, то есть, давайте еще раз посмотрим, что у нас происходит в коде. То есть, понятно, метод init, который срабатывает автоматически. То есть, в init создаются какие-то базовые настройки, то есть, к чему равен canvas, создается background, используется extend входного слоя, который мы получили. То есть, например, мы можем написать printLayer и посмотреть, чему у нас равен слой. Запускаем сценарий и создаем объект. Еще раз. И нам вывелся слой QGISVectorLayer, ну, то есть, тот слой, который мы сюда и вставили в качестве входного параметра. То есть, мы этот код, естественно, можем менять, перезапускать. Дальше мы получаем extend данного слоя и добавляем слой на эту карту. Ну, и дальше мы добавляем, соответственно, определенные возможные действия с картой. А именно, zoom in, zoom out и pen. Ну, в общем, подробнее об этом, естественно, опять-таки, все можно прочесть в справке. Здесь мы рассматриваем только какой-то краткий обзор. Ну, и на этом, пожалуй, все с работой с каким-то графическим отображением. То есть, мы можем считывать, изменять графические отображения слоев, управлять полностью интерфейсом QGIS с помощью объекта iFace, а также мы можем создавать такие всплывающие интерфейсные окна, в которые мы можем вписывать собственный инструментарий и собственное наполнение. Ну, а в следующем видео мы уже перестанем работать с консолью и будем рассматривать работу со скриптами и выражениями.